22 июня Россия вспоминает жертв Великой Отечественной войны, которая унесла 27 миллионов жизней. В день памяти и скорби россияне зажигают свечи в памяти родных и близких, чьи судьбы затронула война. Ровно в 4 утра в Солнцево началась акция «Свеча памяти». Школьники, ветераны, студенты и общественные деятели собрались у памятника воинам поселка Солнцево, павшим в Великой Отечественной войне. На мой взгляд, сейчас молодежь очень меняет свое отношение к истории, к жизни. На мой взгляд, молодежь должна помнить все моменты, знать историю, потому что без истории у нас не будет никакого будущего. И если, как очень много сейчас идет популяризации, западное направление, то что пытаются менять историю, и если старшее поколение, ветераны, которых сейчас не так много, но они будут делиться, рассказывать и передавать этот опыт, на мой взгляд, молодежь будет воспитываться патриотическим духом и стремиться к тому, чтобы не допустить такой же роковой ошибки, как произошла много лет назад. Это Великая Отечественная война, одна из самых ужасных кровавых трагедий, которая вообще происходила с нашим народом, ну и в принципе с людьми из Советского Союза, со всеми, как называем, нашими. 27 миллионов человек погибло, и это не стояло рядом ни с какими потерями, которые понесли странные союзники. И помнить нужно, помнить нужно, потому что это самое ужасное, что могло произойти. Мы должны чтить память тех, кто погиб, для того, чтобы мы могли спокойно жить. Минута молчания, стихи о войне и воспоминания трагедии из первых уст. Ветеран Абугов Иосиф Израилевич рассказал о том, почему нападение фашистской Германии называли вероломным. Между Советским Союзом и Германией было три договора о ненападении, о дружбе и экономическом сотрудничестве. Вот это повлияло на то, что через 102 дня немцы изготовились к нападению на Москву. Это было большое упущение нашего руководства. Но слава Богу, что все-таки за эти 1418 дней взяли в свои руки военачальники Дзюков, Василевский, Крыкосовский и другие. И сумели перевойнить эту войну и победить. И слава этим людям, и вечная им память. К собравшимся обратился первый заместитель председателя боевого братства депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Вы знаете, сегодня от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Дербента, вот в это время вся страна вышла со свечки. Все вспоминают кого в первую очередь? Своих родных и близких. Вот именно в это время, ровно 7-6 лет назад, мой отец первый раз попал под бомбежкой. Он был маленький. Это было в Одессе. Я это просто, наверное, проскал своего деда, который поднял эскадрилью в свой воздух. И вот бомбили же аэродром, а дома офицерского состава находились прямо на аэродромах. Вот тогда, наверное, в мою жизнь вошла война. Жизнь моей семьи. Вот каждый из вас, придя сегодня здесь, в районе Солнца, выполняет свой долг не только перед прошлым, перед теми, кому мы обязаны, но и перед будущим. Перед теми, может быть, кто не родился, но кто обязательно будет здесь жить. Мы обязаны ее сохранить. Акция завершилась возложением цветов к памятнику.